Полгода назад я в объявлении увидела кота, у которого была пробита челюсть проволокой и закручена. Он уже не ел и выглядел очень плохо. Отправившись на место, я его нашла. В клинике доктор снял проволоку и он отправился к нам на стационар. Прошел обработки, вакцинацию и был отпущен со стационара спустя 2 месяца. Тем временем у нас была еще одна кошечка. Забрала я ее от одной бабушки, которая подобрала ее котенком. У этой же бабушки в квартире, когда она попала с ковидом в больницу, получилось, что кошке кто-то сломал запястье. Возможно, это щенки играючи сломали, которые также были в квартире, но точно мы не знаем. Когда Мася попала ко мне, врачи сказали, что уже поздно ее собирать. После смерти этой бабушки, всех кошек, щенят и Мася забрала я. Мы сразу обратились к врачу, и они сказали, что уже поздно ее собирать, так как прошло более двух недель и лапа потеряла чувствительность. Можно только ампутировать, на что я не дала согласия. Так и пробыла она у меня 2 года на передержке, пока не откликнулась моя подписчица с Испанией забрать ее и Симона, так как ей они запали в душу. Напоминаю, Ирина уже забрала у нас троих хвостиков 3 года назад. Маленькую Тессис трубы, затем кошку Геру, найденную умирающим котенком в лесу, и пару лет назад Алабая с трассы. Давайте посмотрим, как Симон и Мася отправились к новой хозяйке. Ой, тебе какой! Ирине передает привет этот товарищ. Побил уже Кузю, галочку поставил. Уже молодец. Вот этими когтями. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, мы отправляем наших испанцев. Я заехала, сейчас купила корм в Испанию. Миша отвез их к грумеру. Сейчас уже забрали, то есть они прямо от грумера. Едут сразу перевозчикам. Завтра перевозчики на Европу встретят их в Москве. Я отправляю с собой корм и документы. Вот, я купила корма на 1721 дорогу. Наши товарищи накупаны. Это Мася, теперь зовут Люси с поломанной лапкой. И это наш драчун, кот. Вот так, все. Мы приехали, мы сегодня не на приюте, потому что я опоздала. Будет точно новый день. Котиков накупали слишком, я вам скажу, много стресса за один день. Вот такие вы чистенькие, да, хорошенькие, ласковые. Говорите, ну куда же, да. А, нас отправляй. О, какие они шелковистые. А пахнут как по дороге писюками своими за писюкают, да? Поломанная лапочка, да? А, у нее проблема с глазиком была? Ну вот она и есть. Мы проходили два курса лечения. Здесь не сильно. Когда она ко мне попала, было вообще сильно. Мне казалось, что у нее глаз этот мутный еще. А, ну чуть-чуть есть. Кто там? Опа! Я их решила выпустить. Погладить. У меня тут бардак. Я торопилась так. На приют не успела. Говорю, ну пожалуйста. Хоть следующую точку на другом конце Ставрополя я успею. Вот и успела на другую точку. Зема, точнее Симон. Ты уже Симон, у тебя благородное имя. Какой, скажи, я Изюм. Я такой мощнецкий кот, и ты меня называешь всего лишь Зема? Никакой, я не Зема, я Симон. Да? Не захотелось с ней в одном боксе ехать, а? Хулиган, ты какой хулиган. Хотелось прижать. Никто не сбегает. Ага, все. Сейчас вторую принесу. Все, посадили. Симона и Люси. Да, сейчас принесу пакет с едой. Это надо перевозчикам отдать. То, что дорогу покормите, что останется перевозчиком. И паспорта, это важно. Давай я две баньки заберу? Давай. Остальное отдать, да, тем, кто забирает кошек. Здравствуйте, Лёсенька, где вы? Люси. Она большая? Конечно, что у меня. Люси. Люсенька, ты выходи, мое солнышко. Выходи, моя девочка. Боится, боится. Прям, ой, лапка-то у нее совсем скрученная. И ходить-то не удобно. Да, она лапка там, да. О, побежала. Она как раз осваиваться. Тут у нас песочек. Лёси, гляди, песочек есть. Вот, гляди, песочек. О, Лёси. Сейчас вторую. Сейчас Симончика выпускаю. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Ой, какой здоровый. Господи, как тигр. Ладно, смотри. У этого лапка, смотри, бедно. Ой, сломано, что ли? Да, она сломана. И ему нужно... Нельзя поправить уже. Нельзя, да? Знаете, вот у нас Симон, которому рот зашивали. Какой ты у нас красавец Симончик. Хороший мальчик. Ой, какой ласковый. Да, такая прелесть. Сейчас дам еды. Они не поняли, куда они пришли, куда они попали. А вот с нотой. Лёси ходила гулять, знакомилась с окрестностями. Но назад вернулась, не особенно ей понравилось. Там её Фредди хотел сцапать. Хотел с ней поиграть, она не поняла, конечно. Как у нас день начинается. Вот Фредди сходил, погулял. Поел, но плохо. Эта тявкалка тявкает. Тявкалка вова всё время делает. Симончик-то у нас дрыхнет без задних лап. Он кушает прям как ненормальный. Столько ест. Да, уже освоилась. Да. Я скажу, уже освоилась. Я гуляю вовсю. Сама, сама бегаю. А вот другой... Вон куда забрался. Вон куда забрался. Сидит и сидит. Слазит только кушать. Толстенький наш. И вот так мы тоже спим. Луцом и днями балдим. Тон пьем так хорошо. А тут надрывается у нас Тейси. Ну всё, всё, Фредденька. Ну что такое ты меня такой? Что такое-то? Нет, лишь бы погладили. Лишь бы его погладить. Вот так у нас Фредди хорошо ходит. Да? Ну конечно, это когда собак встречных нет. А если встречные, то мы тут начинаем нападать. Особенно если кобели. Еле удерживаем. Хорошо в наморднике. Без намордника то он тут перепугает весь народ посёлка. Некоторые говорят, одевай намордник, если он с него снял. А то не пойдём мы никуда. Пока не наденешь. Вот мы уже и в Барселоне. Да, в Барселоне. Покушали хорошо. Всё у нас в порядке. Единственное, ругаемся не он, а именно Люси ругается на Симончика. Симончик просто хочет с ними подружиться, поиграть. Ему одному скучно. А они на него ругаются обе. Это мой сладкий тоже. Вот он забился сюда. Тепло. Батаричку включили. Так, добрый день, Масянь. Добрый день, добрый день всем. О, начинается доброе утро. Ну, пойдём вот так. Вот такой ты моя умница. Игрулечка ты моя. Давай. Оп. Так, и Люси играет. Что делает Симон? Симон. О, выходит, котяра. Ты игрушку отнял у Люси? Отнял. Скандал устроил? Устроил. Где игрушка? Из которой ты скандал устроил? А, у тебя тоже тут шаек. Ну, тебе же лень двигать шаек, да? Тебя тут кушать. Вот, вот, вот так. О, погоняй, погоняй. Немножко жирок порастойся. Ага, улетел. Ну, что, нам теперь его доставать надо. Оп, 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 оп. 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 Опять под диваном. Симончик, ну, что, похоже наигрался, да? Всё. Игрушки закинул. Всё. Устал мальчик. Где твои шарики? Тоже куда-то зачехвостила, да? Вот. Иногда мы в раковине вот здесь вот валяемся. Не знаю зачем. Бывает и такое у нас. Ага, Симон пошёл играть. Ай, когда мы его не видим, бесстыдник. Мама хотела наснимать. Он бессовестный играет. Только когда его не видят. Люси, вот сама идёшь к Симону, потом пищишь. Ведь сама-то бежишь к нему, а? Ведь сама потихоньку, потихоньку подкрадываешься к Симону, да? А потом будешь... А-а-а-а! Шипеть. Он сидит спокойно. На тебя не обращает никакого особого внимания. А ты сама лезешь, а потом пищишь. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во-во-во-во. Дёру дали, да? Ну, прогнал ты своей тейтой, ясное дело. Моя, скажи, комната. Чего она сюда? Вообще, наша девочка Люси обожает компьютер. За принтером поспать. На клавиатуре поспать, чтобы потом я никак компьютер включить не могла. С часами поиграть. Вот часы уже встали. Не выдержали напора. Ходили-ходили несколько лет. Но пришла у нас Люси и всё на место устроила. Сейчас будет другая рычать. Сейчас тут у нас шипение другое пойдёт. На, Аника спит, она тебя не видит. Честно, она тебя увидит, она тебя даст. А ты хочешь с ней поиграть, да? А Аника старенько она не хочет. Она не хочет. Она конкуренции не переносит. Она считает, что мам принтер же только ей. Так, ну да, вот так вот мы любим, да, да, как раз на клавиатуре поспать. А чё? Ну вот, сейчас я ей приготовила, дам это. Не тебя. У тебя есть. Тебя не зову. Только ей положила хорошую водичку, уже вся грязная, вся в каше. Ну вы, молодец, скушала. Моя ты умница. Приди чистенькую водичку. Папа несёт, да. То грязная там водичка. Приди чистенькую водичку.